Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников, которые уже опубликованы здесь у нас в стране. Если вам интересно, что же на самом деле происходит в Турции, чем интересуются, о чем с удачей сплетничают турки, то вам на этот канал. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. А также хочу напомнить, что это мой личный блог без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. Давайте приступим. Буквально вчера в парламенте Турции выступал президент Палестине Махмуд Аббас. При этом в парламенте стояла фотография недавно убитого лидера Хамаса, Исмаила Ханея. Была размещена такая красивая помпезная рамка с цветами, и стояла эта рамка перед столом группы ПСР в парламенте Турции. Хочу напомнить, что буквально на днях было 23 года с рождения этой партии, партии президента. Теперь к новостям, которые больше интересуют иностранцев, приезжающих в страну. И вообще хочу сказать, что я бы сегодня сфокусировалась на новостях внутренних, не политических, а житейских, бытовых. Что на самом деле интересует турок, о чем они здесь судачили, что обсуждали. Теперь при езде в Турцию начнут брать отпечатки пальцев у всех прибывших в республику Турции. Об этом заявил глава МВД Турции Али Эрли Кайя. Вот буквально цитата, которую он в СМИ заявил о том, что при въезде в страну, как и в США это происходит, как и в Англии, Великобритании это происходит, обычная процедура брать отпечатки пальцев со всех приезжающих. Именно такая фаб, это была фраза, которую очень много в СМИ тиражировали, что как бы пример берем с этих стран. Также он сообщил о планах чипирования удостоверения личности граждан, которые получили в Турции статус временной защиты, точнее убежища какого-то. В первую очередь касается сирийцев, конечно же, Эрли Кайя отметил, что подделать такие документы будет невозможно, и их изготовление уже начался, этот процесс это уже запустили. Также, по его данным, в республике насчитывается 4,4 миллиона иностранцев, из которых 3,1 миллион являются гражданами Сирии. И также в Турции без визы в качестве туристов можно въезжать гражданам из 95 стран мира. Но если кто-то въехал в страну как турист, он не сможет остаться работать без соответствующего разрешения на работу. Если человек хочет получить это разрешение на работу, контракт заключить, он должен вернуться, выехать в свою страну и подать заявление оттуда. И вот это разрешение на проживание будет выдано в зависимости от того, от его заявленной цели визита, то есть работа. Соответственно, к какому выводу приходим, что да, ужесточаются эти визовые условия. Раньше можно было приехать в страну, заключить трудовой контракт, подаваться на ВНЖ по работе, бизнес, там неважно, студенчество. Короче, все это можно было делать внутри страны. А теперь кто про работу? То есть условно у вас теперь должен быть вызов, основание рабочее для въезда в страну. То есть как турист, пожалуйста, приезжай. Но если ты планируешь легально работать в стране, ты выезжаешь, получаешь по онлайн, скажем, да, по почте назовем тогда, приглашение, основание. И с этими основаниями заезжаешь в страну и подаешься на документы здесь, на оформление свое. Я думаю, что это не было озвучено, но можно докрутить мысль. Скорее всего, идея такая, что если у тебя вызов трудовой в страну въезд, то эти документы нужно будет, скорее всего, показывать при въезде в страну. Ну, отпечаточки вот тебя теперь откатали, и еще ты показываешь, что ты не турист, а приехал работать. Вот, пожалуйста, вызов, приглашение в этом случае у тебя есть. Теперь переходим к культурной и светской жизни. Звезда турецких сериалов Бурак Озджевит снимается в русском фильме. Говорят о том, что уже актер из сериала «Великолепный век», он играл в других хитовых сериалах, он дал свое согласие на съемки. На имя Бурака уже забронирован номер в одном из отелей «Казани». Об этом сообщают российские СМИ. И также есть слух о том, что партнером по съемкам на площадке Бурака станет звезда «Слово пацана». Его зовут Рузиль Минакаев. Сюжет картины и другие какие-то подробности держатся в утрожайшем секрете в тайне. И сколько я вижу, Бурак до сих пор очень популярен в России и в странах СНГ. Он до сих пор на этой волне хайпа. Хочу отметить, что сейчас в Турции на данный момент его популярность... Ну, он звезда топовая, но не самый топ номер один. Вот этот хайп, волна хайпа, почему он и подался в страны СНГ, где популярны турецкие сериалы, потому что его волна популярности в Турции последние три года после ковида подутихла, поулеклась. Он также имеет вес, но уже не на самом пике. И он просто, по сути, я могу так отметить, да, зарабатывает деньги там, где он еще популярен, где этих денег очень много. Можно заработать им очень высокие гонорары за появление на фестивалях различных кино, да, на встречах каких-то с фанатами. То есть, конечно же, оплачивается история. Ну, условно, чувак прям зарабатывает деньги. Сейчас в Турции он все равно весомый, очень знаменитый, популярный, узнаваемый актер, но не в самом топе. В Турции вообще постоянно вот это круговерть сериалов, и поэтому звездочки быстро загораются, выходят вот в этот небосклон звездный, остаются в нем, поддерживают свою популярность, становятся не только актерами, но и инфлюенсерами, раскручивают соцсети свои, там рекламу различную продают, но очень много регулярно загораются новые звезды. С последней нашей встречи Инстаграм в Турции развлокировали. Инстаграм пошел мета на уступки правительства Турции. Были договоренности после встречи очередной правительства и с офисом мета здесь в Турции разблокировали. Но мнение такое, что да, политики продавили Инстаграм, он пошел на уступки. После открытия Инстаграм возобновились как бы всякие ветки, которые были удалены, и снова у нас был такой тест, повод, по которому Инстаграм закрыли. Это когда один из министров у нас опубликовал соболезнования по поводу кончины лидера Хамас, и мета удалял эти соболезнования и комментарии к ним. Соответственно, был опять запущен точно такой же пост, и ничего не было удалено, люди перепостили, комментировали и так далее. Конечно же, у многих сформировалось мнение в социальной и общественной жизни в Турции, то, что теперь у нас, напомню, робок заблокировали, Инстаграм в качестве профилактики, начали думать, кто у нас следующий на готове, это YouTube или Telegram, Twitter, помните, замедляли очень, да, в ней попе, это один из первых у нас был Twitter. То есть, условно, правительство берет под свой контроль вот этой угрозой, блокировкой, каким-то замедлением социальные сети, где может быть распространение какой-либо информации. Соответственно, вспышка у нас какая? Все начали качать очень активно VPN, чтобы сидеть в Инстаграме, но все равно скажу, на 60% по статистике снизилась посещаемость Инстаграма, они все, конечно же, воспользовались VPN-ами, и на 60% снизилась продажа рекламы, либо услуг каких-то в Инстаграме, то есть бизнес потерял прибыли Инстаграмные на 60%. Соответственно, еще все скачали у нас Telegram, и Telegram очень расширился в Турции, много пользователей появилось. Так вот, в следующем на очереди может быть Telegram. Ему грозит блокировка в Турции, так как власти страны уже требуют от мессенджера Telegram удалить каналы, в которых, цитата, «продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции и азартных игр, что законом Турции, как и многих стран, запрещено». Турецкое управление информацией и коммуникацией и технологий направило множество заявок, уведомлений в штаб и офис Telegram в Великобритании по этому адресу, но до сих пор не получили никакого ответа. И было такое суждение, что если уж руководство мессенджера не примет меры и не начнет блокировать отдельные Telegram-каналы с жалобами, то доступ к самому Telegram может быть закрыт. В ходе археологических раскопок в провинции Дюджи на севере Турции был обнаружен портретный бюст возрастом 1800 лет. Предполагается, что бюст может принадлежать Юлию Проклу, который был императорским священником во времена правления императора Адриана. Он очень потрясающе сохранился, практически там нет сколов. Сейчас это все отдается на рентген, исследования научные. Да и вообще в последнее время очень много у нас таких исторических за этот период летний находок, раскопок. Также трое сейчас у нас активно копают и тоже там находят новые артефакты. Это будет тоже в ближайшее время в новостях. Иностранцы из 101 страны основали 3075 компаний в Украине с марта 2022 года. Ну, конечно же, турки там тоже поучаствовали. Наиболее часто делали эти открытия компаний, конечно же, турки. Им полностью или частично со владельцами является, принадлежит 396 фирм и компаний, которые были открыты в Украине за этот период. Это составляет примерно 13% от общего количества инвестиционных бизнесов в страну. У нас близится учебный год, осталось буквально несколько недель. И родители сталкиваются с новыми ценниками, с ценниками на допуслуги в школах государственных и в частных. Это питание, сервис, автобус доставка, школьная форма, книги, канцелярия. Стоимость, например, школьных автобусов и вот этих всех услуг на 2024-2025 год увеличилась официально на 16%, но по факту некоторые частные школы подняли на 80% стоимость. Самая минимальная поездка сервиса на год, то есть небольшое расстояние, когда проделывается не так далеко от дома, сервису не очень много километров мотать и времени, и бензина расходовать, и человеческий ресурс в том числе. Так вот, самый минимальный платеж это 23 тысячи турецких лир в год. Это минимальное расстояние, это порядка 700 долларов в год. А самая длинная поездка это в районе 55 тысяч турецких лир, это тысяча примерно 700 долларов. Все вот эти зарплаты и услуги подняли официально на 16%, но по факту есть запрос, что надо поднимать от школ сами. Это мало, это недостаточно, не покрывает эти издержки, эти все ресурсы. Поднимать нужно гораздо больше, примерно там еще на 40% сверху. И УКОМ, это короче Министерство образования, оно вообще организовало проверку очень многих школ, государственных в том числе и частных, почему у некоторых цены поднялись на 80%, когда рекомендация УКОМ была 16% по сравнению с прошлым годом. Также на днях просто твиттер взорвался, это очень общественно сплетничалось, обсуждалось. В телевидении, в официальных СМИ не очень это вирусилось, это мне уделяли внимания, но социальные сети это обсуждали, конечно же, гремели. Заверзилось видео, которое было снято до момента всей ситуации. За неделю до этого оно появилось в сети. На видео девушка дает комментарий, очень, скажем так, выразила достойно свою позицию, свои доводы, свои мысли по поводу последних ситуаций, которые происходят в стране. В частности, про блокировку Инстаграма с этого началось. То есть это были просто соцопросы на улице, и у нее спросили, как вы к этому относитесь, потому что заблокирован Инстаграм. И она, по сути, там говорит, мои родители, я, почему мы должны это терпеть, когда, условно, заблокировали Инстаграм из-за ситуации ЧУП, связанной с каким-то арабским мужчиной, ну, понимаете, кого она имела в виду, да, который ко мне или к моей стране, к Турции, не имеет никакого отношения. Далее она еще затронула критикой, как бы, своим мнением вопрос закона о животных бездомных, о том, что их будут убивать эвтаназию, ввели вот этот термин, и вообще все это, что это живодерский закон, она сказала. Также про экономику и ситуацию в стране. И в конце этого интервью, то есть она очень четко, грамотно, по полочкам свое мнение разложила. И в конце интервью она сказала ругательное слово, я не буду его произносить. Это можно приравнять в переводе на русский язык к ругательству, к матершинному слову. Но если мы мягко переведем, то она сказала, эти поступки, поступки этих людей, ну, правительство на самом деле, поступки этих людей идиотские, глупые, но по факту это было ругательное слово, не такое мягкое, такое прям сленговое, которое употребляют на улицах. И этот ролик, это интервью, оно было таким коротеньким рилсом в инстаграме, в тиктоке, в социальных сетях, короче, оно завирусилось. Интервью стало собирать комментарии, лайки и перепосты. И очень много нашлось. По сути, девушка по факту озвучила то, что очень многие боятся озвучивать открыто, но на кухнях между собой с друзьями это обсуждают. Она сказала это открыто. Поэтому она собрала шквал поддержки. И спустя неделю полицейские нашли ее и арестовали за свое мнение. И это появился такой эффект Барбары Стрейзен, и это видео еще больше завирусилось. И оно влетело просто в Твиттер. И буквально один вечер на прошлой неделе все обсуждали в Твиттере и делали репосты, и критиковали власти про свободу слова, про демократию, про вообще правила, что вообще происходит, что так поступать, как бы делать, наказывать за свое мнение, за интервью. То есть по факту оно бы прошло незаметным, если бы не собрало в интернете поддержку. И еще что обсуждали тоже в Твиттере перепост, но это была ярость. На днях в Алании задержали 52-летнего турка, педофила. Он снимал фотографии на пляже Клеопатры, популярном городском пляже, 11-летнюю девочку, беженку из Украины, графировала в купальнике и так далее. Об этом сообщило издание «Анталия Хакинда». Он работал детским инструктором по шахматам. И в итоге его на него пожаловались, полицейские скрутили, арестовали, поймали. И нашли у него в телефоне неподобающие фотографии не только этой 11-летней девочки, а также его учеников. Эти фотографии были сексуального изображения детей, которых он обучал шахматам. Интернет просто взорвался. Турки «Отчуджу-Дети» – это святое. Там просто чуть ли не линчевали его на словах, в комментариях. Называли эти действия «сапык-извращенец», конечно же. Делали репосты, возмущались. Требовали, кстати, справедливого наказания по закону ему, но тема была очень острая. В этом году Турция пережила самый жаркий июль за последние 53 года по метеонаблюдениям. На следующей неделе ожидается также повышение температуры до 50 градусов в неких отдельных районах страны. Кто-то мне говорил о том, что не так уж и жарко. Я помню это в комментариях под новостями за июнь месяц. О том, что это обычное лето в Турции. Зачем вы их приухращиваете? Нет никакой экстра жары. Ну, простите, наблюдение за 53 года самое жаркое лето – это, наверное, чего-то стоит. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо, что посмотрели, уделили внимание. А мы с вами встретимся в следующем выпуске. Пишите ваши комментарии под видео. Подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Ссылка под видео. До встречи в новых видео. Всем пока.